Йоу, мужики, с вами Паарка Че у нас тут? Китайский турнир, который длился неделю, наверное Завершился, и сегодня будем смотреть финальные бои Но прежде чем смотреть финальные бои, если вы засранец Засранцы, не посмотрели полуфиналы, то Плейлист, переходим и смотрим полуфиналы, там есть на что посмотреть Так, для тех кто не смотрел полуфинал, тут будут спойлеры Команды и участники финала Это у нас команда ДТ и команда Хан На самом деле перед началом турнира все называли именно эти две команды Как претенденты на финал ДТшники это самые мерзкие, самые противные люди в арене И никто не сомневался, что их мерзость и противность доведет их до финала Так и случилось, ДТшники играют в финале Но если кто не понял, то это все было шутко, потому что они мерзкие и противные типы На самом деле, вот такие пацаны Ну и Ханы, это топовая китайская команда И их тоже все ожидали уметь в финале Карта здесь у нас Рубикон Он не смотрел матчи, но мне писали, что тут есть на что посмотреть Что тут будет жаркое, жаркое Рубилово и Мочилово просто Кровь, кишки и сиськи Но сисек правда не будет, просто кровь и кишки Составы, давайте начнем смотреть У нас здесь красные само собой китайцы Синенькие от нашей мальчишечки Ганнибал Копия Джугелян Арбалеты Арминий Фальк Глевы Фальксы Фальксы на Панригасе На Арминии Муншадов Леонид Двакопия Пика Ахун Мечники На Сцепионе Друид на Слонах Слотели Одна Глев И Две Коняшки Не нравится мне на самом деле Такой билд на Сао Сао Давайте смотреть дальше У китайцев Мельтиад 2 Копия Пика Цезарь 3 Меча Сула 3 Меча Лю Бэй 2 Меча Пика Сцепион 3 Кавалерии Гуанью 3 Глевы И Сдрубал 3 Копия Ну скажу честно Мне здесь билд Китайской команды Нравится больше За исключением того Что у наших есть Бонито на Арбалетах Если Бонито сможет Делать то что Ну не один Бонито А команда сможет Создать ему Такую комфортную игру Какая у него была На По-моему они играли там На Везубии Против ИВшников То есть они смогут Такой же Геймплей ему создать То тогда я думаю Преимущество у наших Будет очень сильное Потому что у наших Есть и Арбалеты И Слоны Есть чем заходить на точки Чем эти точки контейсии Чем доносить Берст дамаж Это все хорошо Но мне кажется Что билд у китайцев Он какой-то более Более жесткий Более Более уверенный Что ли У наших билд На реализацию То есть на Индивидуальный скилл На Какие-то слаженные Командные действия А у китайцев Все гораздо проще И играбельнее Диспозиция по старту У нас здесь Муншадов Будет охранять На своем ленчике Точку Б У китайцев Зеркальная ситуация Здесь Можно сказать Что только два игрока То есть они тоже Дефают Этот фланг То есть они дефают Пшеницу И вот эти вот Оливковые Рощицы Это оливки Что-то такое Короче Этот фланг У дефенсивного Обоих команд И Атакующий фланг У нас вверх Водопад У наших Здесь можно сказать Три игрока Двое На центре У наших Тусуются Даже можно сказать Что у нас Четыре бойца Да На точке А В районе Водопада И двое На центре Один Охраняет Там точку Ну китайцев Вдвое На точке Е На их Условном Левом фланге На центре Стоит кавалерия На центре Стоят копия Да Это Газдрубал Цезарь Ну это уже Ближе Наверное К точке Д Да И три Игрока Ближе К точке Д Но судя по всему Будет здесь Опять Мочилово На Водопаде Водопаде Рубилово Достаточно Широким фронтом Идут наши Ребята То есть Никакого Ударного Кулака Где там Две Три пачки Игроков Просто Вместе Одной Коплеткой Заходят Куда-то Пытаются Продавливать Но здесь Наши Даже С центра Заходят Фальксы Плюс Слоны На друиде Одного Слон на друид Отправляет На А То есть Не будет Такого Момента Что Стрелну Здесь Ушибка Кавалерии Происходит Сцепа На Цаут Саут Заходят Но тут Пан Ригас Тоже Заходит Своими Фальксами И здесь Кавалерию Будут Вылезать Прожимается Персеверенс И Слотели Свою Кавалерию Вот Минимальные Потери Я думал Что Кавалерия Больше Понесет Потеть Но нет Ну Здесь Уже Встает Бониты Фромблейн Выставляет Здесь Ахон И Мордор И Бониты Начинают Настреливать Здесь Сейчас Китайцы Не найдут Контормеры Пытаются Обходить Поверху Здесь Мечи На Суле Но Здесь Прикрывает Направление Мордор На Ганнибале На Одном Копье Заварушка Здесь Под Д Происходит Окружаю Здесь Куту Копья Газдрубала Ну Как Окружают Пытаются Окружать Китайцы Скидывают Подкрепление Туда И Массово Отходят На Точку Д То есть Решили Чтобы Упиздиться Именно На Точке Д Всеми Оставшимися Силами Все Что Не Завязано На Фланге В боях Отходит У Китайцев На Точку Д Они Разрешают Играть Крайне Дефенсивно Тем Временем Здесь Китайцы Теми Войсками Которые У них Стояли На Е То есть Два Игрока Они Ринулись Вперед То есть Раз Два Три Четыре Четыре Юнита Один Встал Здесь На Флаг Дает Вижен И Один Ушел На Центр Два Игрок Сейчас Будут Пытаться Разбирать Мун Шадов Ну В принципе Леонид Я думаю Он Долго Простоит Но В конце Концов Его Уронят Потому Что Здесь В принципе Юнит Это Одинаковый Индивидуальный Скилл Они Думаю Что Сильно Разнится У Игроков Если Они Уж Прям Дошли До Финала Поэтому Четыре Руки Развалить Одного Игрока Я думаю Особых Проблем Там Не Составить Тем более Что У них Там Будет Серьезное Преимущество Продавливает Здесь Наших Ганнибал В фаланге На своих Ветеранов Требий Пытается Как-то Здесь Выграть Выграть Время У него Отряд Разбегается Минус Моралиде Фальксы Плюс Ахун Наверное Накричал Там На них И Уже Происходит Заход На точку Д Заходит Мордор На Гоплитах Танкует И Здесь Стоит Бунито Стреляет Но Видите Здесь Бунито Не Прикрывают На него Почти Добрался Здесь Лю Бэй Но Его Там Перекрыли Кавалерия Просачивается Здесь В Щель Вар Край И Он Добегает До Бунито Не Дает Ему Стрелять Китайцы Очень Грамотно Судя По всему Китайцы Видели Предыщие Бои Да ДТшника Вы Рейнджу Если У ДТшников Не Контестить То Будет Очень 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 Плохо Заходит Здесь Улотель На Кавалерии На Плюсик Не Дает Хилис Не Дает Здесь Войскам Китайцев Восстановиться И Свежими Силами Заходить На Дев Точки Д Туда Друид И Улотель Занимаются Контестом Плюса Чтобы Там Не Было Подхода Подкреплений Ну И Здесь Пытаются Как-то Прикрыть Бонита Бонита Одним Отрядом Жертвует Под Начистом Этой Кавалерии С Цепиона И Двумя Другими Пытается Помогать Своим Мальчикам На Точке Д Чтобы Они Нормально Заливали Там Ну Чтобы Могли Зайти На Точку Д Тем Времен Давайте Посмотрим Что Там У Мушадова Происходит Горя Он Очень Успешно Мушадов Сливает Две Два Отряда Вражеских Да То есть Здесь Умирает Фактически Гуанью Умирает Здесь Пекинер На Мильтиаде Но В свою Очередь Хотя Блин Очень 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 Стойко Здесь Держится Мушадов Я думаю Что Даже В принципе В теории Может И отдефить Точку В сумму Против Двух Это Будет На самом Дель Большой Плюс В пользу ДТ Шиньков Разбираем Здесь Все Таки Точку Д ДТ Остается Огрызать Небольшой Суммой Который Конечно Еще Поживет Но Его Тоже Завоят Очень Грамотные Действия Здесь Предпринимают ДТ Шиньки Тем Что Перекрывают Плюс Не Дают Хилиться Это 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 Сыграть Ключевую Роль Бонита Просто Душат Очень Жестко Здесь Из Файта Вырвался Отряд Пехотинцев И Просто Прорвался На Бонита Его Вырезал Посмотрите У нас Вроде бы Какие то Микроэлементы Какие то Микро моменты Но Бонита Режут Бонита Режут Здесь На него Чуть Чуть Добралась Пехота Порезала Там Чуть Чуть Кавалерия Дорвалась Порезала Там Еще Какой то Огрызок И Бонита Все это Время Не Стреляет А Здесь Вся Игра На самом Деле Как мы Видим У ДТ Последние Игры Завязана Была Именно На Игре От Рейнджи Да Вот Здесь Опять Огрызок Да Вроде Небольшой Огрызок Там 4500 ХП Китайский Меч Но Он Опять Дорвался До Бонита Прогнал Просадил По Морали Дал Ему Какой то Там Дэмэдж Вот Здесь Огрызки Копии Просто Это Ж Газрубал На Чарджи Заходит И Просто Начинает Вырезать Вешает На него Дебаф И Свой Ультимейт Подкупает Там Отряды На Бонита И Они Очень Показывают Что Здесь Происходит Подошли Подкрепления Судя По Всему И Муншадов Муншадов Сливается Не может Неплатить Двух Генералов Эффективно Траться И Точку Нашу Будут Китайцы Забирать Но В любом Случа Ситуация В пользу Наш Потому Что Муншадов Выигрывал Колоссальное Количество Времени Посмотрите Сколько Сколько Уже Эта Точка Под Нашим Котором Точка Д Китайская Примерно Где-то Я не знаю Секунд 30-40 А Верхнюю Точку Еще Китайцы Даже Не начали Просаживать И ранее Только Сейчас Они Начинают Бэшку Брать Тем Временем Центр Тоже Ушел Китайцам Этот момент Проморгал Где Кавалерий Стояла И Забрал Я как бы Заметил Этот момент Но Откомментировать Не успел Очень Насыщенный Бой Постоянно Идут Зарубы Идут Бои Но Сейчас Китайцы Будут Поднимать Флаг На Точке Б С Их Надо Смотреть На Действия ДТ Китайцы Перебрасывают Сюда Опять Таки Наверх Серьезные Силы Не Согласны Они С тем Что Они Д Потеряли И Они Будут Пытаться Д Отдеф Рес Здесь Моншадов И Он Будет Сейчас Занимать Оборону Ой На Возня За Центр Ну Вот Конь По идее Должен Погибнуть И На Грани Гибели Он Успевает Проржать Персеверенс И Он Будет Жить Подходит Здесь Бонита И Начинает Коня Расстреливать Расстреливает Очень Эффективно Конь Фактически Моментально Сложился А Хун Друид Идут На Базу Солотели Помогает Там Кавалерия На Уражеской Но Мне кажется Надо Забрать Центр Хотя Да Они Судя По Всему Понимают Что Здесь Силы Будут Расстреливны Китайские И В принципе Бонита С Мордором Могут И Захватить Центр Хотя Бонита И Соло Может Но Оставлять Его Одного Это Рискованно Потому Что Шальная Кавалерия Может Выскочит Из Тыла Начинается Фоллбэк Китайских Бойцов Пикинеры Фоллбэкаются Заходят И Типичное 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 Геймплей Китайские Наши Российские Команды Команды ДТ Они Пытаются Заходить Вражескую Бонит Давайте Посмотрим Что У них Может Получиться Заходят Колоссальное Количество На самом Деле Сил Фактически Здесь Только На Центре Остаются Небольшие Войска Кота Тоже Будут Стягиваться Д Пустой Там У нас Никого Нету Ну И Здесь Восьня Происходит На Д Тут Фактически Один Луншар Получается Что Шесть Игроков Будут Пытаться Заходить На Китайскую Базу Посмотрим 18 Отрядов Если Зайдут Туда Будет Неплохо Хотя Здесь Видите Отряд Ахуна Тусуется Два Отряд Так Что Максим Будет 14 Отрядов Смотрим Уже 11 Зашло На Китайскую Базу Видите Один Отряд Су Отелей Вышел С базы Чтобы Принять Здесь Слэйр Боксера Заходят Отряды Бонито И Сейчас В спину Бонито Может Заехать Коняшка Огрызок Вроде бы Кажется Но Он Может Наделать Грязь Встает На Плюс Но Почему Он Не был Захвачен Центр Парни Причем Заходить На Можно Забрать Центр И Уже Потом Заходить 14 Отрядов На 18 Тотальная Заруба Просто Бесилово Происходит На Базе Китайской Команды Но Китайцы Тут Достаточно Серьезные Войска 14 Наших 8 Китайцев Д Прикрыто Надежно И Сейчас Центр Пытается Забрать Мордора Одним А Ему Конечно Ж Вот Этот Один Отряд Слэйр Боксера Не Да Сам Просто Подойдет Завяжет Бой Центр Наш Мне кажется Ошибкой У вас Тут Было Дохрена Дохрена Бойцов Это Заняло Буквально Несколько Секунд Времени Вы Захватили Этот Цей И Потом Зашли Бо Силами На Базу Китайцам У вас Был В любом Случа Чем Бо Не Закончился Этот Раш На Базу У вас Все Рано Было Неплохое Преимущество Допустим Вот Коняшка Здесь Бо Нерес Заруба Китайцы Пытаются Максимально Пройти Максимально Пытаются Зайти И гонять Здесь Бонито Это Получается Китайский Пекинер На Любые Он Гоняет Мечник Рапид Тигр Сворц Догоняет И убивает Бонито Зажимают В тиски Его И Пекинерами Распиливают С одной Стороны Его Пилят Греческие С другой Стороны Его Пилят Китайские Пекинеры На Центре Да Тут Просто Даже Конь С Плюстика Подошел И Два Ствола Здесь Мордера Сейчас Будут Пилить В принципе Он На Ганнибале Но Его Я думаю Сейчас Уронят И Развают Китайцы Уже 15 Ряд На Своей Базе И Огрызки ДТ Шиньки Они Здесь Конечно Перерудят Можно Констатировать Тот Факт Что Базу Нашим Взять Не Удалось Китайцы Уже Больше На Своей Базе Значительно Больше Но Конечно Здесь Друид С Мушадов Афоном Еще Пожелут Но Это Все Такая Ни о чем Неговорящая История Рано Или Познав Туда Всех Выдавить Ну И Центр Не Забрали То Китайцы Сейчас Здесь Убивают Мордера И Центр По Прежнему По Прежнему Хликнет Даже Китайский Игрок Решает Что Может Пойти Попробовать Зайти На ДТ Базу Передумал Снова Решил Уйти Нерешительный Парень Не может Подойти Знаете Как увидел Красивую Телочку И Думает Подойти Не Подойти Не Может Решиться В общем Парень Ну Вот Сейчас Решился Он Входит В Базу ДТ Но Его Сейчас Будут Конечно С Аными Тряпками Гасить И Выгонять Оттуда С Лэр Боксер На С Пике Показывает Хорошую Игру На Купьях Парень Хорошо Играет Неплохой Урон Хорошие Килы Постоянно Делется На Точках Мне Парень Нравится Как он Играет На Мельтяге Нормально Ну Муншатов Перехватывает Здесь Неплохо Их Простает Трарно Сорян Если Буду Оговариваться Думаю Сами Следите За Игрой Напряженный Бой Это Все Уследить Прокомментировать Невозможно Сумотели Бежит На Точку Б Но В Одну Маску Идет На Эту Б Он Думает Что Никого Нет И Он За счет Кавалерии За счет Своей Скорости Сможет Быстро Зайти Точку Забрать И Катаются На Вражеской Базе Не знаю Мне кажется Потому что Они цены Добрали Была Ошибка Здесь Пехота Завязалась Пехотой В принципе Я не знаю А что Зачем Тут Идентичные Войска Восьмые Глефы Там и Тут Ну вот Здесь Два ствола Пытаются Распилить Гуанью Но Убить Гуанью Простить Его по Морали Я не думаю Что это Будет Возможно Двумя Отрядами Тем более Хотя Вот видите Пошла Минус Мораль Хорошие Фланги Повесили Но Тут Подкрепление Подбегает И Сулателла Решает Что нет Не по шансам И сразу же Убегает Очень много Китайцев Тусуется Вокруг Нашей базы Они просто В эту наглую Пешкодравом С центра Идут На точку Б По нашей Территории Безнаказанно Мне кажется Должен Боннито Стоять Как на своей РНЖ И настреливать Ну вот Он только что Здесь появился Идут на базу Опять Заходят На базу Тут Уже Визуально Видно Что У китайцев Хорошие позиции Для дефа База Но Захватывать Базу Без контроля Ц Опромечу На мой Личный Взгляд Не знаю Я не такой Специалист Но Мне кажется Что Уже Давно Пора Было Захватывать Ц И контролировать Три точки И контролировать Три точки Оказывать Постоянное давление На базу Вынуждать Китайцев Холлбекаться Чтобы они Не могли Контестить Точки Ну а здесь Кавалерия Опять таки Доходит До Боннито Убивают Боннито ЦПВ 20 Здесь Газдрубал Газдрубал Да Просто Вот В спину Зашли По Боннито И просто Тупо Вырезали Арбалеты Наши Ставка В чем В чем Была Ну Я не знаю Они так Планировали Играть Наши парни По крайней мере Мне кажется Что так Было бы Неплохо Попробовать Сыграть Хотя бы Но нет Не получается В этом бою Абсолютно Как Идеально Сыграли Наши Ребята На Везувии Против Ивэшника Против Европейской Сильной Команды Тоже Против Китайца Вот Прикрыть Боннито Вообще Не получается То есть Китайцы Здесь четко Понимают Что их Основной Основная Основной Таргет Который Они должны Хаундить Это Вот Боннито Они его Убивают Не Труит Конечно Катается Своими Слонами Но он Катается На Вражеской Базе То есть Я не думаю Что здесь Самое Лучшее Место Где Слон Мог бы Реализован Центр Хотя Б Можно Было Попробовать Можно Было Попробовать Пойти На Б По Контест Одним Слоном Б Другим Центр И Китайцы Чтобы Не получали 3 А Хотя Б Там Двух Очей Чтобы Их Отрыв Не Рос А Отрыв У них Растет Уже 400 Очей Они Нашим Ребятам Это Миг Гейм Начнется Дальше Лайфгейм Когда Перевага За 2000 И Выйти Переломить Ситуацию Будет Гораздо Тяжелее Я думаю Что Почти Невозможно Ну Здесь Сцепионы Чаржатся Бруг Друга Слон С точки Д У друида Идет Опять В сторону Центра Ну Вот Заходит Наконец Таки Друид На Центр И Пытается Контестить То Что Должен Был Делать Давно На мой Личный Взгляд Второй Ну Того Слона Я не знаю Надо было Двумя Слонами Пытаться Наверное Захватывать С Одним Контестить Б Это Было Бы Идеально На мой Вгляд Парни Гайд На слонов Фактически Уже Пишется На ваших Возах Посмотрите Стихические События Тут Своим Огрызком Маленьким Недобитым Ахун По Персеверансам Стоит На вражеской Базе Ему Просто Все Игнорят Никто Не хочет С ним Общаться Он Тут Встал Один Герахун Он Там Где-то Сыдевок И Все Он Увидел Что Никто С ним Не Общается И Начал Сваливать В Общем Парни В Общем Подождите Подождите Я Знаю Что Начнутся Сейчас Гневные Комментарии Убери Свою Морку Куда Нибудь Вот Сюда Я Поставлю Вот Китайцы Судя По Всему Перегруппироваться Будут Пытаться Забрать Д И Снять Угрозу Для Своей Базы В Принципе Неплохо Но Тут Мочилова Идет За Центр Неплохо Было Какой Нибудь Пехоте Подойти Здесь Помочь Но Опять Гоняют Бони Да Просто Душат Бони То Здесь Вот Насколько Играют Нагло И уверенно В своих Силах Китайцы Вот этот Авангард Китайский Который Находится У нас В ТУ В ТУ Самым Глубочайшим Найглубочайшим Из тылов Под За Даже Нашей базой Да То есть На нашем Плюсе Здесь Тусуется Кавалерия На На Ком Здесь Кавалерия На Сцепионе И тут Тусуется Газдрубал Тешники И вот На этой Карте Они Реализуют Это Просто Великолепно Посмотрите Здесь Огрызочек Не знаю Тут Осталось 4К ХП И он Гоняет Флоу Бонита На Арбалете Это Прекрасно Это Прекрасно Парни И Серьезные силы Китайцев Они Сейчас Стягиваются На точку Д И сейчас Значит Наши Потеряют Точку Д Вот Видите Происходит Контест Это Великолепно Посмотрите Вот Сейчас Несмотря На то Что По Точкам Китайцы Вроде Как О Не Нихера Себе Точку Б Наши Все Сейчас Отожмут В общем Мы Получаем Одинаковое Количество Очков С Китайцами И Это Хорошо Вот Это Переломный Момент Может Так Обычное Может Потому Наши Забирают Б Наши Удерживают Точку А Наши Удерживают Точку Д И Наши Сейчас Могут Забрать Центр Тогда У нас Уже Будет Четыре Точки Из Пяти Колоссальное Количество Очей Нам Будет Капать И Лейт Гейм Наши Могут Затащить Так Что Давайте Надеяться На Это Здесь По Прежнему Друид Воюет С Ахуном За Центр С Уотела Бежит На Контест Точки Е Хороший Натиск Здесь От С Уотели По Сцепиона Но Сцепион Прожимает Батл Край Несмотря На Что Он Пропускает Чардж Он Сейчас Может Уронить С Уотелу С Ситуация Выравнивается Несмотря На Старту Очень Мощный Берст Дамаж От Китайской Кавалерии Здесь Сцепиона Уже Дальше Просто В ближнем Бою Разрубает Конницу Китайского Минерала Конницу Цао Цао Ресуются Здесь Дополнительные Войска Китайцев И точку Е Китайцы Отдавать Ненамеренно Свежие Прикрепления Заходят На Центр За Центр Тоже Китайцы Будут Бороться Очень Очень Жестко И опять Здесь Выдвигаются Просто Обходят Здесь Войска Друида И Ахуна Китайцы И просто Всей пачкой Бегут Щемить Здесь Бонита Бонита Сейчас Будут Прикрывать Здесь Судя по всему Мордор На копьях Но Конницы Барражируют Вокруг Бонита И здесь Бонита Должен Вместо Того Чтобы Помогать Своим Пацанам Забирать Точку Он Должен Пытаться Сам Себя Максимально Дефить И судя по всему Здесь Мордор Сейчас Будет Полностью Протектить Бонита Чтоб К нему Никто Не дошел И не обижал Колоссальные силы Китайцев На Д И они Понимают Китайцы Понимают Что Такой расклад Их не устроено Они получают Ноль очков Наши получают Два И два И при таком Раскладе Видите Отрыв Уже Сократился На Сто Да То есть Если В пиковые моменты От отрыва Китайцев Был под 500 То есть Сейчас Это отрыв 100 То есть Мы видим Что наши Ребята В середину И уже Ближе к концу Игра Ситуацию Выровняли Мне сейчас Удастся Еще и Занять Центр Это будет Великолеп Можно Сливать Точку Д Она Уже Слета Здесь Один Моншадов Сражается На Ленчике Своем Спиной К спине Стоят Гоплиты Но китайцы Конечно же Точку Прожмут Наши В это Время Должны Просто Мощным Кулаком Хун Мордор И Бонита Идти Забирать Центр Потому что Тут уже Миллион лет Живет Друид Надо Ему Немножечко Помочь Уронить Сулу И Все Будет Хорошо Не Выдержали Нервы Здесь Сцепы Китайского Пытался Прорваться До Бонита Но Его Здесь Моментально Перекрывает Кавалерия Еще Одна Попытка Добраться До Бонита Нет Здесь Опять Его Перекрывает Но Здесь Хорошо Протестит Своего Арбалета Наши Ребята И Арбалет Выдает Импакт Смотрите Здесь Уже Фактически Разуплотняется Разуплотняется Пагмент Греков Да Убивает Слэйр Боксера На Мельтиаде Очень Неплохо Вот Видите Еще Один Залп Здесь Убивается Конь И Уже Очень Серьезное Преимущество Наших На Центре Центр Наших Заберут В то же Самое Время Китайцы Забирают Точку Д И Моментально С точки Д Они Стягивают Войска На А И Здесь На А Нужна Поддержка Потому Что Один Отряд Ахуна Не Выдерут Тем Более Что Пикинер У Две Лучки Он Судя по всему Китайцы Смирились С потерей Центра И Они Будут Забирать Фланги Один Фланг Они Уже Забрали Свой И Заходят На Другой Муншадо Вресается На Он Будет Протек Точку А Но У Китайцы Вот Эти Огрызки Я Не Думаю Что Смогут Серьезную Борьбу Нарезать Флангу Пикинера Слэйербоксер Успевает Включить Слэйербоксером Муншадов На Леониде Слэйербоксер На Мельтиаге Давайте Мы Вкратце Потом Центр Забрали Наши И Центр Будет Наш Б Я Не Думаю Что Китай Ну Хотя Смогут Скорее Всего Скорее Всего Смогут Здесь Панрига Сейчас Отхилит Свои Войска И Будет Помогать Сулат Эли Китайцы Просто Навяжут Бой На Точке Б И Разменяются С нашими В лучшем Случае Для Наших В Ноль Да То Есть Они Китайцы Потеряют Свои Войска Наш Тоже Потеряет Свои Войска Центр Наш В принципе С центра Можно Поддавить Куда С центра Можно Поддавить Максимально Эффективно Базу Я Не Думаю Что Наши Пойдут Туда Давить Мне Вот Интересно Такое Нечасто Увидишь Не в Матчмейкинге Ну Не Вообще Даже На Турнирах Как Пика Пиздится С пикой Я Хочу Посмотреть Ну Тут Само Собое Что Унизили С Цепиона На Соци Эффективно Гречески Просто В ноль Его Расхерачили Давайте Смотреть Наш Муншадо Опускает Пику И Слэр Бокс Опускает Пику Здесь Подходит Соци Эффективно Цепиона Цезаря И Начинается Заруба Ну Вот Это На самом Деле Для Меня Крайне Удивительно Почему Победил Китаец Кто Знает Почему Победил Китаец Единственный Ответ Это Три Лычки Три Лычки Бля Ну Неужели Он Зашел Эти Трех Лычек Пика На пику Это Так Вот Решает Ну Ладно По факту Здесь Китайская Пика Перерубила На Мельтиаде Пику Ленчика Но Тут Наших Достаточно Я думаю Его сейчас Костол Урон Убьют Заходят Китайцы На Нашу Точку Б Панригас 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 Отхилился И пошел Помогать Но Его Здесь Окружают Армяха Сам Кого Хочешь Уронит Но Как бы Сам По себе Он Тоже Не Самый Стойкий И Не Самый Моральный Генерал Да Его Роняют Его Роняют Но Тут Бежит Слон Он Тоже Слон Выдет Из Контенсии Точку Б Вместе С С Лотелей Но Главное Чтоб Сейчас Лотелей Не Упал По Морали А Он Может Это Сделать Фалькса Убивает Огрызок Срочно Вытаскивать Нет Не Вытаскивается Огрызок У Панригаса Его Просто Убивает Да Нашу Точку А За Деф Ситуация Очень Равная Можно Сказать Что Ни У Кого Небо Преимущество Но Преимущество У китайцев Есть Небольшое 110 очков Но Я Не думаю Что Это Критическое Умчество Заруба На Б Панригас Срочно С Оставшимся Фальксом Заходит На Плюсик Чтобы Отхилиться Друид Пока Пытается Выграть Ему Время Но Здесь Бежит Китайский Глев Перекрывать Плюс Серьезные Огромные Силы Китайцев Заходит На Центр Будут Пытаться Забрать Центр Китайцы Получают Два Очка Наши Получают Одно И Ну Это Нехорошо Это Очень Нехорошо Судя По Всему Центр Китайцы Заберут Потому Что Их Просто Дохренище На Этом Самом Центре Дэшку Будет Пытаться Контестить Мон Шадов Но Будет Оттуда Выгонять На Б У наших Дела Обстоят Так Себе Потому Что Тут Газдрубал На Своих Ветеранов Ветеранах Требии Очень Очень Сильно Здесь Катается Вот В этом Своем Катлете Опять Да Что Вы Будете Делать Опять Здесь Прорываются До Бон Нито И Не Дают Бон Ни Чу Стрелять Просто Его Максимально Прессует Но Несмотря На Этот Прессинг Бонета Выдаёт Нормальный Импак 285 Тысяч Урона 786 Килл Но Правда 9 раз Его отряды Были Уничтожены 9 раз Уничтожили Отряду Рейнджи ДТ Это Надо Постараться Китайцы Молодцы Еще Раз Пробывает Загрызок Кавалерий Просто Аннигрирует Один Из Отрядов Рейнджи 3.3 Получают Китайцы Ихний Отрыв Стремительно Растет Уже 300 Очков Они Ведут Нашим Ребятам Под Конец Игры Уже Они Контролируют 3 Из 5 Точек И Центральную Контест То есть Наши Ребята Получают Одну Очко Китайцы Получают Три Соответственно Китайцы Стремительно Уходят В отрыв Примерно По Два Очка В секунду Это Колоссальные Цифры Китайцам Остается 500 Очков До Победы Нашим Остается 800 Наши Стягивают Очень Серьезные Войска На Центр Будут Пытаться Сейчас Отжимать Ну Как Отжимать Дефект Центр Дефект Центр Альте Ну Видите Китайцы Даже Мудряются Прессовать Еще И А Пекинера Ему Похеру Что Он Фреглифирует Своего Он Просто Хочет Максимально Быстро Вырезать Мушадо И Зайти На Нашу На Нашу Точку Своего Уходят В тыл Китайским Войскам На Центре Отсекает Их Чтобы Здесь Пацаны Максимально Быстро Вырубили Китайские Войска На Центре Ситуация Уже Критическая Реально Ситуация Критическая И Я Так Понимаю Что Это Попытка Раша Базы От Нашей Команды В Очередной Раз И В очередной Раз Слеер Воксер Просто Выдергивает Огрызок Своих Ребятишек С центра И Просто Чаржится В Бон Нита Просто Максимально Хейтят Бон Нита И Это Правильно Так И Надо Действовать Надо Датешную Рейнджу Всегда Душить Фонбек Китайцы Но И Здесь Пытается Принимать С Лотели На Своей Кавалерии Китайской На Своем Цао Цао Поражем Стойкость Колкольницы Цао Цао За счет Чего Он Так Тусуется И Живет Очень Долго Непонятно Но Наша Заходит На Китайскую Базу Китайцам Остается 150 Очков До Победы Я Думаю Что Шансов У наших На Победу Нет Но Давайте Болеть Болеть За Наших Ребят Смотрим В Это Же Время Китайцы Отжимают У нас Точку А Ой Друг На Слонах Стоит На Центре Чтоб Центр Не Добавлю Потому Что Центр Сет Заберут То Весь Раш Базы Провалится 7 Отрядов Наших Восьми Китайцев И Китайцам Для Победы Остается Всего На 50 Очков Они Получают По 4 Очка За Ход В Принципе Что Можно Сказать Судьбой Закончился Наши Первую Карту Проиграли Матч Был Крайне Интересный Крайне Жесткий Рубилова Просто Безостановочная По всей Карте Все Друг Друга Мочат Все Друг Друга Убивают Резня Кровь Кишки И Я Думаю Что Это Был Очень Классный Достойный Бой Я Думаю Что Впервые За Турнир Наши Ребята Сливают Сливают Карту Не Сливали До Этого Карту Или Нет Но Проигрывают Проигрывают Первую Карту Здесь Бест Оф Три Так Что У нас Ожидает Как Минимум Как Минимум Еще Как Максимум Еще Две Так Что Обязательно Подписывайтесь На Канай 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 Что Слово Канай Подписывайтесь На Канал В общем Лайк Подписывайтесь Колокольчик А я Пойду Пилить Для Вас Следующий Бой Надеюсь Что Он Будет Такой Же Насыщенный Такой Же Интересный Как И Первый Увидимся На Следующей Карте